В стенах Тувинского театра во всю идут репетиции. Каждый из участников конкурса «Хоуми» в современной интерпретации хочет подольше задержаться на сцене, чтобы настроиться и адаптироваться к ней. Однако конкурсантов больше 30, поэтому на каждого участника выделено 10-15 минут. В составе монгольско-китайского ансамбля «Цалам», что в переводе означает «Аркан» – 7 участников, четверо из Монголии и трое из Китая. В первое время ансамбль состоял из трех музыкантов, где солировала певица Талинтуя Ван. Горловое пение исполнял «Отхон Хоу Аршей», аккомпанировал на национальном инструменте «Амар Тувшин Ням Дош». В 90-х ансамбль распадается и вновь собирается в 2005 году, уже с обновленным составом. Монголы, как и тувинцы, в своих мелодиях и горловом пении имитируют звуки природы и животных. Однако горловое пение у них не столь распространено, как в Туве, поэтому обучиться может только тот, чьи предки исполняли хумей, сагет или каргара. Это как в Туве, но мы еще хумеем живем. То есть живем в таком смысле, что мы выражаем свою благодарность, выражаем свои благопожелания. Если мы не можем дарить материальные дары, то мы дарим в качестве песни свою хумей. И этим наша культура является неотъемлемой частью нашего быта. Ансамбль «Цалам» приезжает в Туву во второй раз. Впервые были в 2015 году на первом фестивале хумей в центре Азии. На этот раз намерены обучиться азам горлового пения за короткий срок. Кроме гостей из Монголии выступят музыканты из республики Алтай, Японии, Норвегии и США. Каждый участник фестиваля утверждает, что горловое пение и есть та мистическая сторона музыки, которая одним лишь звуком.